Слово второе о святом мученике Романе. Гимнастические упражнения доставляют телам крепость и знания искусства атлетов, а воспоминания о мучениках вооружают души против ухищрения бесов и научают бороться с ними. Показывая силу подвижников и непреклонную борьбу с истязаниями, они придают благочестию смелость, представляя в повествованиях о мучениях, как бы на месте подвигов, пройденное каждым мучеником поприще. Таково и воспоминания о подвижнике, увенчанном сегодня. В самом деле, кто не выступит смело на поприще против дьявола, наставит свою душу подвигами мученика, которого не поколебало множество таких опасностей? Тогда по миру водили хороводы великие тирания нечестия. Жизнь уподоблялась морю, колеблемому с самой глубины. Огромные морские волны переливались на землю, и сильные бури нечестия со всех сторон обливала корабль благочестием. Так что среди нее много кормчих умерло, и пловцов немало число потонуло. И все было исполнено горького страха и кораблекрушений. Цари дышали сильнее бури, тираны поднимали страшные волны, престолы правителей колебались, судьи провозглашали отречение от Христа, законодатели угрожали жестокими наказаниями, мужей воспосещали к бесовским жертвоприношениям, жен влекли к мерзости жертвенников, и дев тащили к этому безумию. Священников предавали на изгнание, и убиение верных изгоняли из священных оград. Для столь великой битвы вооружился мученик, и таким опасностям он противопоставлял свою душу. Смеясь над этой борьбой, как над каким-то сражением с тенью, и точно пылью на рисалище попирая судьей верою, он возбудил душу тогдашнего судьи, остановив задуманный им против церкви бег. За это доблестный муж тотчас был восхищен на казнь, и хотя употреблено было множество разнообразных мучений, но мученик уподоблялся цитре, кольцом истязаний, движим будучи к изданию звуков. Палачи, обступившие его, сокрушили ему тело, а он, как медь какая, получая удары, издавал песнь благочестия. Повесив на древе, они терзали его, а он приветствовал это дерево, как древо жизни. Они раздирали щеки праведника, как ребра, а он проповедовал, как бы получив множество уст, и посрамлял противника новым поражением. Когда он увидел, что судья призывает его к служению бесам, то просит привезти с дитя сторжище, чтобы сделать его судьей требований судьи. И приведенному дитяти предложил вопрос об этом предмете. «Дитя», — сказал он, — «богу ли справедливо поклоняться, или называемым им богам?» Велико превосходно мудрости, превосходство мудрости у мученика. Судьею судьи он ставит ребенка, а он тотчас подал голос за Христа, чтобы очевидно было, что и дети умнее нечестивых судей, или лучше, чтобы мученик являлся не только мучеником, но и руководителем мучеников. Однако это не ослабило мистерство судьи, но тотчас мученик вместо дитятий был схвачен в колоду. За мучением в колоде следовала темница, а за нею — приговор, назначивший подвижникам различные казни. Дитя он присудил к смерти, а мученика — к отсечению языка. Кто слыхал о таком образе суда? Судьи бичуют подсудимых, принуждая их сознаться в том, что они знают за собою. А этот нечестивый судья отсекает язык, заставляя молчать о том, что он знает за собою. О, жестокое изобретение обмана! Я не мог говорить, сразить мудрствующую о Христе душу, по крайней мере, отсеку язык, говорящий о Христе. Отсеки язык, мучитель, чтобы тебе познать, что природой без языка проповедует о Христе. Исторгни язык из уст, чтобы тебе познать, что истинен обещавший дары языков. Орудие языка было отсечено, а слово палилось еще сильнее, освободившись от языка, как бы от какого-нибудь препятствия. Новое и необыкновенное зрелище, телесный с телесными, беседует бестелесно. Так приличествует этому мученику песнь пророка. Псалом 125, 2. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Исполнились радости уста, принесшие Христу новую жертву. Язык объят был великим весельем язык, явившись мучеником, предсечею мученика. О язык, предваривший душу сонмам мучеников, о уста, породивший сокровенного мученика, о язык, имевший жертвенником уста, о уста, имевший жертвой язык. Никто не знал, доблестный муж, что ты в устах твоих имеешь храм, храм, в котором ты заклал необычного агнца, единокровный язык. Какой же оратор достойно увенчает твои добродетели? 659. Ты получил от природы язык, но ты воспитал из него мученика. Ты получил уста, хранилище языка, но ты устроил из уст жертвенник для языка. Ты получил кольцо, чтобы извлекать звуки, но ты показал его колосом отсекаемым. Ты получил язык, служителя слов, но ты принес его в жертву Христу, как непорочную овцу. Каким же приличным названием я почту язык твой? Каким именем украшу язык твой? Палачи приложили к нему железо, а он, подобно связанному Исааку, не отскочил, но, лежа в устах, как на жертвеннике, с радостью принял удар, научая языки людей, что им должно не только говорить ради Христа, но и быть усекаемыми. Ты, доблестный муж, восхитил честь, равную жертвоприношению патриарха, принявший единородную отрасль языка вместо единородного сына. Почему прекрасно Христос насадил тебе другой язык? Потому что нашел тебя добрым возделывателем прежнего. Прекрасно даровал он тебе язык бестелесный, потому что ангельской душе не был приличен плотской. Прекрасно воздал он тебе воздаяние за язык. Ты принес язык свой в жертву владыке, а он уплатил за него детействующим голосом. И произошло между языком и Христом взаимное соглашение. Язык отсекается за Христа, а Христос говорит вместо языка. Где теперь у нас Македоний, сражающийся против утешителя, подавшего дарования языков, а что я не лгу, прилагая божеству утешителя благодатные дары, свидетель нам блаженный Павел, который ныне взывает к нашему вниманию, 1 Коринфянам 12-11, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Кому хочет, говорит, а не как ему повелевается, но чтобы делая какие-нибудь прибавления к этим словам, не завалить нам вашей памяти множеством, запомним одно это сильное изречение об утешителе и таким образом выйдем отсюда, презирая тех, но снисходя пока к заблуждающимся и поклоняясь божеству утешителя. Итак, пророческая труба, предуказывая вселенское согласие о Христе, говорила «Будут знать меня от малого до большого» Еремя 31-34 «И мною будет клясться всякий язык» Исаием 45-23 Пророк, как я сказал, объемлет сетью боговедения всякий язык, а мы сегодня послушаем и безъязычного оратора, защищающего благочестие, потому что он, как некоторая цитра без кольца, прославляет Создателя «И так пусть скажет и блаженный роман «Язык мой просит скорописца» Солом 44-2 Какой язык? Не тот, который отняло железо, но тот, который извояло благодать духа, потому что когда исторгнут был язык, то благодать духа заняла его место. Имели и апостолы языки, но чтобы явилась сила действующего, брение бездействовало, а говорил огонь небесный. Имела и Моисея в описании образ того, что выше слова, у него купина и огонь. Огонь апостольский в купине прообразовал звуки проповеди, и голос дается бездушному, чтобы поверили ему, когда он коснется одушевленных орудий. Если прикосновение этого огня сделало и бездушное говорящим, то не должен ли он был, наполнив души разумные своим прикосновением, извлечь из них самую стройную песнь? Этой благодати был причастником и славный роман, который и по отсечению языка обличал мучителя яснейшим голосом. Этот мучитель никак не поспешил бы отсечь язык, если бы не боялся токов обличений, если бы не страшился потока проповеди, если бы не надеялся усмирить волны евангельского красноречия. Но посмотрим, что заставляло мучителя пойти на такую дерзость. Некогда нечестивец, принесший жертву бесам, преисполненный дыма и смрада жертв и оскверненный каплями нечестия, поспешно шел к церкви и, неся пред собою окровавленную секиру, искал бескровного жертвенника для беззаконного священно действия. Но и неистовство мучителя не утаилось от мученика. Тотчас выбежав в преддверие, он удерживает уже несущийся разлив нечестия, и, как искусный кормчий, видя, что море устремляется на нос корабля, не остается в бездействии, но быстро перебегает через вес корабль и, рулем приведшим в движение к корму, ставит судно прямо против волн и, приподняв часть его, находившуюся в опасности, растекает громадную волну и с некоторым искусством бороздит взволнованное море. Так сделал и блаженный роман. Когда море идолопоклонства ревело богохульством и неистоствовало против корабля церковного и изрыгало на жертвеннике пену крови, он один вооружается против бушующего моря и, видя, что корабль находится в крайней опасности, пробуждает находящегося на корабле владыку, пробуждает его, уснувшего сном долготерпения. Он видит море, возмущаемое противными ветрами и произносит слова бессовавших учеников «Наставник, спаси, погибаем!» Лука 8, 24 Морские разбойники окружают корабль, волки осуждают стадо, воры подкапывают чертов твой, блудные песни оглашают невесту твою, опять зми разрушает стену рая, основной камень церкви колеблется, но ты брось с неба евангельский якорь и укрепи потрясаемый камень, учитель спаси, погибаем! Общая опасность разделяет мученика, он и Господу вызывает с дерзновением и против мучителя устремляет поток языка своего. Остановите ран, говорит он этот бешеный бег, познай меру своего бессилия, чти пределы распятого, а пределы распятого не стены церкви, но концы вселенной. Тряхни мрах неистовства, взгляни на землю и пойми слабость своей природы, взгляни на небо и подумай о великости борьбы, отвергни бессильную помощь бесов, рассмотри, что бесы, пораженные крестом, выставляют тебе защитником своих жертвенников. «Для чего ты гонишься за неуловимым? Для чего пускаешь стрелы беспредельные? Разве Бог ограничивается стенами? Божество неограничено. Разве владыку нашего можно видеть очами? Он незрим и безвиден по существу, а изображается и бывает видимым по человечеству. Разве он обитает в дереве и камне и продает свое промышление зыбыка и овцу? Разве жертвенник служит посредником в соглашениях с ним? Это жалкое нищенство твоих бесов. Мой владыка или лучше владыка всех, Христос обитает на небе и управляет миром, и жертва ему, душа, обращающая к нему взоры, и одна для него пища, спасение верующих. Перестань поднимать оружие против церкви, стада на земле, а пастырь на небе, ветви на земле, а виноградная лоза на небе, если отсечешь ветви, то поможешь разрастить лозе. Руки твои полны крови, меч твой обогрен бессловесными жертвами, пощади невинных животных и обрати меч на нас, обличающих тебя, пощади бессловесных, которые молчат, и умерчляй нас, осуждающих тебя. Я боюсь не столько меча, убивающего людей, сколько жертвенной секиры. Меч, убивающий людей, рассекает тело, а жертвенная секира убивает душу. Меч, убивающий людей, заколает приносимое в жертву, а жертвенная секира погубляет мести и приносимое в жертву, и приносящего жертву. Режь мою шею, но не оскверняй жертвенника. Ты имеешь добровольную жертву. Для чего же связываешь пленного вола противящегося? Если ты хочешь принести жертву, то в преддверии церкви приноси жертву словесную. Не выносит мучитель чрезмерного дерзновения мученика. Но тот сейчас начинает жертвоприношение с его языка. И так он иссякает язык не потому, чтобы хотел истребить его, но потому, что враждовал на проповедь не столько по ненависти к проповеднику, сколько по недоброжелательству к проповедуемому. Но уловляет мудрых в лукавстве их. 1 Коринфянам 3.19. Возвращает с неба отсеченное орудие голоса. Невидимым языком подпирает охромевший звук и дарует голос безязычному. Самым делом показываем мучителю сотворение человека. И как выпкапывающий колодец, раскапывая жилы, дают воде более широкий исток, так и мучитель, перекопав железом корень языка, был облиц сильнейшими потоками обличений. Хотел я до конца веселиться речью о мученике, но наступило соответствующее время и побуждает меня замолчать. Впрочем, сказанного достаточно для вашей пользы, а для довершения сказанного нужны наставления нашего Отца. Сокроем же сказанное в недрах памяти, а для того, что будет сказано, раскроем бразды души и за все будем поклоняться творящему чудеса Христу, потому что Ему слава со Отцем и Всесвятым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.